Они были в катакомбах И где-то были, откуда ракеты запускались Они сегодня утром вместе с внуком, с Лэндоном были там И это напомнило мне о войне, в которой мы с вами находимся Мы обнаружили сегодня, что там было enough nuclear power Трижды была высвобождена огромная сила для разрушения всего мира Это мы вспоминали сегодня утром И также были доктрины между Соединенными Штатами и бывшим СССР И их завет заключался в том, что если ты начнешь разрушать меня, я разрушу тебя Это было что-то невероятное Помните, время холодной войны? Это было что-то невероятное и очень пугающее Но это напомнило мне о том, как выглядят военные действия в Духе Как дьявол пытается нас удерживать от хождения с Господом И все, что он делает, на каждом шагу пытается, чтобы вы прекратили любить Ешуа И в том предмете, который мы сегодня будем разбирать с вами, там тоже есть место военных действий, сражения И военные действия подразумевают под собой Отечество, Родину И по всему миру сегодня мы можем видеть, как Бог действует, как движется Дух Святой И все это происходит от отцовства, от того, как быть отцом И отцовство, это касается не только мужчин Это касается духовной части, как Дух Отца Потому что мы знаем Дух Материнства в церкви Но Дух Отцовства был и пытается быть разрушенным злым духом Сатана явно очень не хочет, чтобы был в церквях восстановлен Дух Отцовства В Соединенных Штатах у нас есть один день в году, который мы называем День Матери Также в Штатах у нас есть день, когда мы его празднуем как День Отца В эти дни мы почитаем матерей и отцов И наша экономика очень хорошие прибыли имеет, особенно в День Матери, на подарках, на сувенирах И много телефонных звонков, сообщений, открыток, то есть это бизнес целый И это хорошо, это хорошая часть Но на День Отца в Америке Угадайте, что происходит Мы продолжаем платить за телефонные разговоры, но в День Отца И очень много происходит звонков, за которые отцам приходится платить То есть когда вызов идет за счет, поняли, того, кто принимает И в нашей реальности в Штатах Ты можешь говорить о мамах и ты можешь видеть, как слезы текут по глазам И что касается людей, которые в тюрьмах сидят и которые делают вот эти звонки за счет вызывающего То, когда они с мамой говорят, можно увидеть слезы Когда с папой, то больше злости И очень много заключенных в Штатах, которые сидят в тюрьмах, они имеют жуткие отношения с отцами И такое же самое разделение, как происходит в мире, дьявол пытается сделать и в церкви, чтобы были отделены от Духа Отца, от Отцовства Но когда мы смотрим в Писание, мы понимаем, что нужда в Отцах, отцовство, это одна из самых больших нужд для тела Христова и также для всего человечества Что было утеряно? Что пропало, когда согрешили Адам и Ева? Взаимоотношение с Богом, взаимоотношение с Элухим Понимаете, Бог, Отец ходил, гулял с ними в саду И они имели абсолютно все, в чем они нуждались Отец, сам Бог гулял с ними, у них была еда У них была просто идеальная температура и климат замечательный До падения было все идеально в Эдемском саду Но когда они приняли решение быть как Боги И стать Богами для самих себя Они этим самым отделили себя от Бога Отца И еврейский народ, нация Израиля всегда имела большое значение и уделяла внимание вопросу отцовства, отца как в семье Вы можете читать это в Писании Когда говорится, да, сын такого-то отца Адам и Ева имели двух сыновей И Моисей имел сыновей, Авраам имел сыновей И Яков имел сыновей История еврейского народа в Ветхом Завете, в Танахе Это в основе своей история отцовства, отцов И в теле Христовом, к сожалению, мы утеряли эту последовательность И то, что сейчас делает Господь, Он движется по всему миру для того, чтобы восстановить отцовство Как же должен выглядеть отец? И сегодня вечером как раз об этом я и хочу поговорить Если у Вас есть Ваши Библии с собой, откройте, пожалуйста, Луки, 15-ю главу И мы начнем с 17-го стиха Итак, «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою И уже не достоин называться сыном Твоим И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился И побежав, пал ему на шею и целовал его Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою И уже не достоин называться сыном Твоим А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду И оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги И приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться Эта история, все мы знаем, называется историей блудного сына И что же это слово блудный сын означает? Тот, кто расточил все свое, тот, кто отдал, остался ни с чем И он был очень экстравагантным в своей жизни, потраченной для дьявола Вот это слово означает блудный сын Он очень экстравагантно жил мирской жизнью Понимаете, да? Со вкусом так Но также мы видим очень удивительного отца Сын был очень увлечен миром Но отец был движим любовью Бога Мы можем видеть это четко в истории Сын взял свою часть своего наследства И он ушел и потратил это все просто в дикой жизни И у него осталась пустота Мы читали это И когда он остался ни с чем, он сказал Что же мне теперь делать? Вернусь-ка я к своему отцу Сегодня мы чаще можем услышать Вернусь-ка я к своей маме Сегодня нам надо с вами понимание Почему он сказал Вернусь-ка я к отцу И он задумался Что же мне теперь делать? Я хочу сказать Пусть, я умер против неба и против Тебя И он захотел признаться пред отцом Что согрешил перед небом и перед ним И теперь я не могу называться сыном Твоим именем Но найми меня наемником к себе Я думаю, что когда он возвращался по дороге домой Много раз прокручивал это в своем разуме И я думаю, что он планировал Как же правильно он все это произнесет И отец увидел его далеко Идущим Он вглядывался вдаль То есть он увидел его далеко И он распознал его Он узнал его Он знал, что это идет его сын Он выскочил и побежал к нему навстречу Моя жена говорит, что может распознать мою походку где угодно Я могу тебя видеть везде в толпе Как бы далеко ты ни был Я все равно тебя распознаю, найду и вычислю Я говорю, но я хожу как обыкновенный человек Она говорит, нет, не так ходишь У тебя есть маленькая особенность твоей походки Он говорит, я не знаю, что это может быть Как многие из вас знают походку своих мужей и жен? Вы можете распознать походку вашего мужа, где бы он там ни ходил, правда? Моя жена говорит, что я люблю одевать ковбойские сапоги В ковбойских сапогах его жена говорит, что у него абсолютно меняется походка И он начинает ходить совершенно по-другому Но она может распознать эти две походки мои И отец смог распознать походку своего сына Это не так много заняло времени, но он распознал Я могу распознать походку своего сына везде, всегда И отец вглядывался, он увидел и понял, что это сын его И он выбежал к нему навстречу и обнял его Распростел свои руки вокруг него И он начал целовать его Ни один раз Ни второй раз Но он начал целовать его Это то, что говорит греческий перевод Писания Продолжал целовать и продолжал целовать и продолжал целовать Что это говорит нам об отце? Он имеет сострадание Сыну даже не понадобилось ничего объяснять Но сын попытался все-таки начать разговор Отец, я согрешил перед небом и перед тобой И я не могу называться теперь именем твоим, твоим сыном быть Но отец даже не позволил ему закончить Помните, он планировал ему сказать Найми меня наемником к себе И настал черед сказать эту фразу И отец остановил его Принесите одежды Принесите самую лучшую одежду Это не просто одежда, которую носят каждый день Это что-то нарядное, праздничное Это не то, что висит на вешалке Выберите там одну из Это лучшая одежда, которая являлась символами приоритетов Это была особенная одежда специально для него У отца есть сострадание Он сокрушен любовью И дух отцовства, он имеет этот вид любви Этот тип любви говорит нам Сынок, тебе не надо ничего мне доказывать и объяснять Я принимаю тебя назад Как полноценную часть Тебе не надо заслуживать Я не буду испытательный срок тебе давать Тебе не надо будет проходить три месяца испытательного срока И потом я посмотрю, что с тобой делать Сын, честно говоря, мне даже не интересно то, чем ты занимался Я знаю только одно Ты сейчас вернулся Это так, как будто ты никогда бы и не уходил Я принимаю тебя как полноценного партнера в бизнесе И я знаю, что когда я был новообращенным верующим У меня не было такого рода сострадания Я был верующим Я был призван в служение И я был помощником пастыря И главный пастырь мне говорил Вот ряд вещей, которые я хотел бы, чтобы ты делал И одна из вещей была посещать больных людей в больницах Я зашел в больницу однажды И я сказал, Господь, что-то неправильное происходит в моем сердце Это не то, что я хочу вам рассказывать Но я был полицейским какой-то период времени в Техасе И я думаю, что то, что с этим связано, с этой работой Ожесточило мое сердце Я не знаю, что конкретно это было Но я помню себя, вошедшим в больницу в тот день И я понял, что страх пришел ко мне Господь, я не смогу делать это служение, если Ты не сделаешь что-нибудь с моим сердцем Я должен научиться принимать полностью этих людей, других людей И я должен буду научиться любить их такими, как они есть, а не за то, что они сделали в прошлом Я должен суметь зайти в больничную палату и иметь сострадание к человеку, который болен Я помню этот день, в 1971 году Я сел в свою машину, закрыл дверь Я положил руки свои на руль И просто начал взывать и кричать Господу Я начал говорить, Бог, Тебе надо сделать чудо в моем сердце Потому что мое сердце такое твердое А я нуждаюсь, чтобы оно было мягким Я не знаю, что конкретно произошло в тот момент Но с того момента я начал видеть людей по-другому Я перестал судить их за то, что они сделали или собирались сделать Я осознал, что есть настоящее сострадание Отца внутри меня И отец говорит, принесите эту самую лучшую одежду моему блудному сыну Полное одеяние И оденьте, оденьте на него И слуги, оденьте его и возьмите его под руки, введите его в дом отца к отцу И они покрыли его, они одели на него эту одежду Знаете, что это означает для меня? Отец хочет, чтобы сын знал, что он всегда его покроет Дух отцовства всегда проговорит в сердце о том, что ты покрыт и омыт кровью Христа Мы люди, которые не призваны жить постоянно с чувством вины И мы должны доносить людям, что, что бы они ни сделали в прошлом Бог может покрыть это и принять их к себе Бог не просто прощает, Он еще и забывает В Писании в Евреям написано Где говорится о том, что не вспомяну ваших грехов в боли Дух Отца, Он покрывает людей и дает им это почувствовать, познать Можно сказать, что Бог даже просто не помнит моих грехов? Я же думаю, что Бог знает все Нет, Бог не знает все Но я же думаю, что Бог знает все Нет, Он не знает все Я отвечу вам, что Он не знает Он не знает то, что Он избирает не знать Помните, там Он избрал забыть наши грехи Я решаю не вспоминать боли ваших грехов Бог соврал? Нет Он не помнит И можно прийти к Богу и сказать, ой, я сделал это снова Пастор, он говорит, что у него была проблема с раздражением Знаете, он быстро гневался Просто мгновенно он начинал злиться И Бог начал разбираться с этим Боже, прости меня Это не по любви, это не любовь И через минуту я снова гневался И я помню, как однажды я молился Боже, прости меня, я снова это сделал И я слышу, Дух внутри спрашивает Что ты сделал снова? Я говорю, ну я разозлился снова А Дух говорит, а я не помню этого Он выбирает не помнить это И мы должны позволить людям знать это Что сила крови Иешуа Мессии Лучше, чем кровь тельцов и козлов И мы не должны вспоминать Помните, как на Юм-Кипур Каждые свои грехи за весь год Иисус Христос, Иешуа Мессия Идеальная жертва И Ему однажды ее пришлось пролить И мы все покрыты И Дух Отца, Он берет эту веру Он берет это слово И Он покрывает многих людей Он приносит одежду Позволь принести одежду и покрыть тебя И позволь одеть перстень на палец твой Это было не просто колечко Это было кольцо власти На нем печать была семьи Это означало, что Он мог вести Любой бизнес именем Отца Он мог говорить от имени Отца Он мог все делать от имени Отца Это было кольцо власти И отец говорит, что у вас теперь есть власть Иешуа Мессия У вас есть власть наступать на змей и скорпионов У вас есть власть наступать на демонов У вас есть власть изгонять демонов У вас есть власть говорить Слово Божье У вас есть власть освобождать людей на свободу И отец нуждается в том, чтобы все другие люди узнали, что у них есть дары, что есть духовные дары И чтобы помочь высвободить эти дары в жизнях этих людей Дух Отца всегда наполняет силой других людей И мы не должны пытаться все это делать нашими силами Иногда мы говорим, сын Смотри, что я буду делать А теперь ты делай, а я буду наблюдать за тобой Ты видишь меня делающим Теперь ты можешь это делать А потом я понаблюдаю, как ты это делаешь Это то, как взращивает нас Дух Отца То, как Он наполняет силой других людей И что Он дальше сделал? Он дал обувь, сандали на Его ноги Вот что делают Духовные Отцы для других людей Для чего сандали? Защищать ноги Я верю, что это защита Защита от погоды Защита от воды Но в буквальном смысле это защита Я помню, однажды мы с моей женой и еще группой других людей были в джунглях в Коста-Рике, это Центральная Америка И когда я говорю джунгли, я подразумеваю самые настоящие джунгли Аллигаторы рядышком и мартышки Разные виды змей И была там среди змей одна такая жутко уникальная змея, которая убивала мгновенно Язык змеи был вот таким И скорпионов было много, таких больших, которые немаленькие Которые так И в течение ночи Не было вообще электричества, не было света И мы остановились в избушке, которая была построена в лесу И по потолку скорпиончики бегали И они с потолка падали на пол И я захотел встать посреди ночи И догадайтесь, что я сделал Я собрался пройтись в ванную У меня фонарика вообще не было Не было света И я не мог найти свою обувь И я подумал, что же мне делать Мне же надо пройти сквозь всю комнату И маленький коридор В темноте И я пальчиками, пальчиками так на пол Осторожненько и так вокруг Пытался найти свою обувь И я нашел одну И что я сделал с этим? Я быстренько одел на одну ногу И потом я начал искать другую И быстренько одел на другую ногу И потом я уверенно пошагал в ванную И чвяк, чвяк, чвяк И мне кажется, я все-таки парочку раздавил Но моя обувь защитила мои ступни Позвольте мне сказать, что делает отец Отец защищает своих детей Отец защищает сыновей Отец защищает дочерей Что мы делаем с Духом Отцовства? Мы защищаем друг друга Мы тело Мессии Вы кость от кости моей И плоть от плоти моей Мы не просто организация Мы духовное тело Ишоа Мессии Иисуса Христа Правда? И мы нуждаемся в том, чтобы защищать наше тело Кто из нас возьмет и выдернет глаз? Кто себя начнет резать ножом? Мы не делаем этих вещей Но иногда мы делаем это в нашем духовном теле Мы тыкаем друг друга ножами И говорим сплетни друг про друга Но Дух Отцовства, Он говорит, нет Мы должны любить друг друга Мы должны иметь сострадание друг к другу в теле Христа Вот в чем Дух Отцовства Я буду делать все для тебя В ключе защиты тебя И всегда буду защищать тебя Если ты говоришь об этом человеке Значит, ты говоришь обо мне Как это звучит? Если этот человек сейчас находится под духовными атаками Мы встанем рядом и будем сражаться с ним Потому что Отец нам дал обувь Вот Дух Отца Но я еще кое-что не сказал И оставил это для цели И еще раз прочтем Еще раз прочтем 23 стих И приведите откормленного теленка Из-за колитий И станем есть и веселиться И Дух Отцовства, который Бог хочет высвободить сегодня Это Дух, который имеет радость в себе Дух радости Это Божье желание Не делайте это все жутким бременем Тяжелой работой Просто придите и попросите Бог, дай мне сострадательное сердце И наслаждайтесь друг другом Радуйтесь друг другу Это весело Это должно быть как вечеринка Мы пришли в церковь Давайте порадоваться Мы пришли в общину Давайте веселиться Правда? Мы приходим друг к другу в гости Давайте повеселимся Давайте не будем все время серьезными Такими вытянутыми лицами Посмотрите на меня Я святой христианин Нет Вы не придете никогда в таком виде к Господу Если у вас не будет веселья Вы не будете делать то, что Мы должны приносить жертвы благодарения и радости Господу Давайте Мы были спасены кровью Иисуса Христа У нас есть с вами вечная жизнь Бог высвобождает свою благость в нашей жизни Чего нам быть угрюмыми? Давайте заколем теленка и козленка Давайте веселиться Давайте танцевать пред Богом Давайте будем проводить хорошее время в теле Мессии Это то, что делает Отец А Он говорит Пошли, я принимаю тебя, я вмещаю тебя Входи Кровь Иисуса Христа Она покрывает твое прошлое И у вас есть власть Бога И мы защитим тебя И у нас будет веселье Аминь Аминь Аллилуйя Мое сердце очень радуется этому Я о некоторых хочу специально помолиться сегодня Я хочу помолиться за женщин, чьи мужья оскорбляли их, обижали И, может быть, били их И, может быть, они мужья были алкоголиками Может, нет Но где было насилие Я хочу, чтобы женщины встали и вышли вперед И мы помолимся Кого-то касается это Выходите И можно немножко музыки? Аллилуйя А кто играл Кто играл на клавишах? Я хочу позвать своего внука, чтобы он помог мне молиться Подвиньтесь немножечко сюда, в стороночку Я хочу сказать вам Почему я сюда вызвал вас И мы молились, поклонялись И звучала песня Постоянно звучала И Бог проговорил в мое сердце Когда я стоял прямо тут Он сказал, что есть здесь женщины, которые были оскорблены И я хочу исцелить их сердца сегодня И Бог говорит, я хочу забрать боль Убрать от вас ее Может быть, воспоминания останутся Но боль уйдет, и ее не будет в этих воспоминаниях Посмотрите на меня на секундочку У нас есть маленький кармаш И в этом кармашке Мы храним боль Вместе со своими воспоминаниями Потому что боль прячется в воспоминаниях Мы будем просить Дух Святой Чтобы Он забрал эту боль Чтобы Он забрал, вытащил боль из кармашка И чтобы исцеление пришло Вы готовы? Вы готовы? Господь, Отец Я хочу, чтобы вы молились со мной этой молитвой Отец Во имя Иисуса Я освобождаю своего мужа Из этой боли, из этого ранения Я прощаю его И я прошу тебя, исцели мое сердце прямо сейчас Убери боль из него Я верю, что ты делаешь это И я верю, что ты делаешь это прямо сейчас Во имя Иисуса Аминь И сейчас мы будем молиться за вас И высвобождать это Поддерживайте и молитесь община Исцеляющая сила Исцеляющая сила Высвободи их от ерьма прошлого Высвободи от ерьма прошлого Мы благодарим тебя, Господь Мы благословляем вас во имя Иисуса Позвольте, чтобы Дух Святой исцелил Исцелил во имя Иисуса Исцелил эту боль прямо сейчас Чтобы эта боль ушла Высвободи эту боль Отдай ее Господу Высвободи ее во имя Иисуса Будьте исцелены Высвободите Высвобождайтесь Свобождайтесь от Ему Исцелим нашу сестру во имя Иисуса Я хочу, чтобы еще одна женщина вышла И чтобы каждая подошла женщина и обняла тех Молитва была произнесена Они сейчас нуждаются, чтобы к ним подошли и обняли их Чтобы каждая подошла к сестру и обняла Сестры, выходите, поделитесь своей любовью Можете вы продолжать молиться и пребывать в молитве Это ваше тело И тело чувствует боль сейчас И мы освобождаем их от этой боли Боже, спасибо Тебе Обнимите ее просто сейчас Кто-нибудь обнимите Спасибо, Господь, за то, что мы можем увидеть исцеление нашего раненого тела духовного КОНЕЦ Позвольте этому проистекать. Позвольте этому течь и выходить. Продолжайте молиться. Исцеление происходит сейчас. Продолжайте молиться. 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 Это не ваша вина. Да, Господи. Обнимите, пожалуйста, те, кто рядом. Обнимите этих систем. Обнимите по-настоящему. Обнимите по-настоящему. Я хочу, чтобы вы взглянули на секундочку на меня. Я хочу, чтобы вы взглянули на секундочку на меня. Проверьте, где боль была. Знаете, что происходит? Мы можем четко помнить все, что с нами происходило, но боли не будет. Это как будто если бы мы порезались, и остался бы шрам, и вы можете проводить рукой и чувствовать этот шрам. И воспоминания это как шрамы. Он как бы вот эта выпуклость этого шрама убирает, да? Он сглаживает. Но вы можете увидеть, вы можете его еще где-то рассмотреть. Вы можете помнить, но это не будет болеть. Но это больше не будет болеть. Но это больше не будет болеть. Не будет боли. Больше не больно. Это больше не болит. Больше не болит. Благодаря Богу. Благодаря Богу. Благодаря Богу за то, что Бог сделал в их сердце. we're going to hear some testimonies about this in the next couple of days we want to hear how it's going alright hallelujah you can be seated amen don't be seated for a moment just tell them to be seated for a moment what is what is your name who Dima 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 it's a good name when I looked at you earlier I could see the word business written across your face the prosperity that's in your future you get great joy out of helping people don't you you really do in fact you sort of look for people to help one of these days the Lord is going to so prosper you that you're going to be able to see the desires of your heart satisfied there is really in Romans chapter 12 there is the gift of giving and I believe that you're a giver you don't like to give if people ask you for it but you like to see a need and give to it and God's going to bring enough finances and prosperity that you will have more than enough for yourself and be able to give to others hey hold on to his hand a moment there you go Father we thank you for this couple we just pray your blessing upon them in the name of Jesus and we believe that you're going to bless their footsteps you're going to direct their path and you're going to give them children that are healthy all the days of their life hallelujah give you praise in the name of Jesus amen thank you Lord this guy in the red shirt right here yeah what's his name как тебя зовут Саша Саша Александр Александр yes what a good name это хорошее имя the Lord says over you that you're a pillar in this house pillar a support yeah yeah in foundation yeah yeah you're a pillar ты как столб как арматура вот этого основания этого дома and God's giving you a gift of evangelism and he does дает тебе дар евангелиста I just feel like there's going to be a new a new season of getting people saved и у тебя в твоей жизни будет новый сезон другой сезон когда ты увидишь людей спасающихся I see many people coming to know the Lord through you you're going to be one who not only supports this house ты будешь одним из тех кто не просто поддерживает этот дом эту общину но ты будешь также тем кто строит эту общину ты любишь людей и Бог будет использовать это чтобы строить царство открывай свои уста потому что там есть Слово Божье аминь правда ли Бог плох когда пастор Олен проповедовал Если вы, слушая проповедь пастыря Олана сегодня, услышали это слово о кольце власти и схватили это, если это вас касается, я верю, что Бог дает вам кольцо власти сегодня, у вас есть кольцо с печатью, вы способны делать все, к чему Он вас призывает, у вас есть Его сила, у вас есть Его помазание, вы можете воскрешать мертвых, вы можете исцелять больных, не важно, что вы делали в прошлом, не важно, где вы были, не важно, какое темное ваше прошлое, Бог простил ваши грехи, Он дал вам одежды праведности, а сейчас Он хочет вам дать кольцо Своей власти, если вы хотите принять это, встаньте на ваших ногах, там, где вы находитесь, халлелуя, 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 просто протяните руки свои, и принимайте сегодня, принимайте сегодня, Бог дает вам сегодня власть в Своем Царстве, Бог протягивает Свой скипетр к вам, прямо сейчас, Дух Бога Живого, помажь все эти руки властью небес, чтобы все, что они свяжут на земле, было связано на небесах, и все, что они высвободят здесь на земле, было высвобождено на небесах, прямо сейчас, Дух Святой, прямо сейчас, Дух Святой, прикоснись, Господь, прикоснись к этим рукам, О, Jesus! Да, Господь! Сайдс и знамения в Валерий Месесе, Сайдс и знамения в Валерий Месесе, чудеса и знамения, высвободи свой Дух в этом саде, освежи, Господь, наполни наши сердца огнем небес во имя Иисуса просто поклоняйтесь ему, поклоняйтесь ему сейчас а на пути еще, чем облака небеса она шире, чем то, что значит мечта а на бескруче, это Божья любовь она шире, чем то, что значит мечта а на пути еще, чем облака небеса а на пути еще, чем то, что значит мечта